Барнаула Ностальгия привела в этот день на стадион Клевчения и ветеранов мотоспорта. Мне уже исполнилось 73 года. Я участвовал на стадионе «Динамо» в 1965-1966-1967 год. Грустно от того, что были нормальные у нас такие гонщики. Мы в России и в Союзе тогда нормально выступали. В 90-х распался Советский Союз. ДСААФ и спортсмены уже толком не выезжали на соревнования. Все просто. На это у Федерации мотоспорта нет денег. И так все мотоциклы собирают своими руками и с кучей металлолома. И еще к слову о том, что это достаточно дорогой вид спорта. Один такой шип стоит 100 рублей. То есть комплект шипов на два колеса обходится в 45 тысяч рублей. Менять их нужно каждый сезон. И, кстати, во время соревнований они тоже отлетают. И вот лично меня интересовал вопрос, в кого они прилетают. Но нет, оказывается, не зрители. Они просто врезаются в лед. Даже чтобы провести эти соревнования, которые обошлись в 750 тысяч рублей, пришлось, как говорится, собирать с миру по нитке. Заливка льда, очистка снега, топливо и не только. Часть расходов взял на себя Краевой Минспорт. Одна аренда машинской помощи стоит 90 тысяч за два дня. Эти расходы взял на себя депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. К счастью, гонки прошли без серьезных травм. Я привалился маленько. Никита Яблочкин у нас, Сережа Михайлов привалились. Вчера Максим Корчемаха привалился. Ну, ничего, все обошлось. А привалился – это что значит? Ну, упал. Алтайский край, увы, в этот раз на пьедестал не попал. В командном зачете победу взяла команда Новосибирска. Золото личного зачета увез спортсмен из Омска. Город прекрасный. Соревнования проведены на хорошем, высоком уровне. Вообще все супер. Вывод один. Надо нам тренироваться, чтобы конкурировать. Потому что в этом году 2-3 выезда на озеро, на сборах, но это не тренировки. Поэтому хотелось бы, чтобы был стадион, чтобы маленько накатывались. Если будут люди накатываться, если будем проводить стабильные тренировки, значит стабильно у нас будет ездить народ. Но то, что в Барнауле вообще состоялись заезды всероссийского масштаба – это уже победа для алтайских спортсменов. И это как раз тот случай, когда участие важнее любого золота. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.